В преддверии Нового года принято подводить итоги года минувшего. Этой традицией решили последовать и в Законодательном собрании Тверской области. Уходящий 2021 год для Тверского парламентаризма стал особенным. Иным он и быть не мог. Ведь нынешней осенью в нашей стране проходили одни из самых масштабных выборов. Жители Верхневолжья выбирали в том числе и новый состав регионального законодательного собрания. Впрочем, обо всем по порядку. В 2021 год региональный парламент вступил еще в старом шестом созыве. На первых заседаниях этого года были приняты важные законопроекты, которые касались новых правил определения величины прожиточного минимума, изменения в региональный избирательный кодекс и другие. Кроме того, были внесены изменения в размер потенциально возможного к получению автоперевозчиками годового дохода. Предусмотренные меры позволят не повысить налоговую нагрузку для индивидуальных предпринимателей, использующих патент. Это позволит многим представителям малого и среднего бизнеса, ну малого скорее бизнеса, либо сохранить свое производство, свой бизнес, свое предпринимательство, либо по мере возможности даже и оширить его. Разумеется, не обошлось без традиционных рабочих поездок депутатов и председателя законодательного собрания Сергея Голубева в муниципалитете Верхневолжья. Народные избранники посетили такие районы, как Алининский, Старицкий, Сележаровский и ряд других. Перечень вопросов, которые затрагивались в этих поездках, оказался самым широким. От благоустройства территории до оказания медицинской помощи населению. Идет учет больных и детей, первую помощь, оказание первой помощи, привычный календарь, исполнение всех. Я думаю, это было хорошо. А ближе к лету началась активная подготовка к сентябрьским выборам. Один за одним действующие депутаты Заксобрания регистрировали свои кандидатуры для участия в голосовании. В итоге был сформирован состав законодательного собрания седьмого созыва. В него вошли как опытные политики, так и относительно новые лица. Обновились и составы комитетов. Подводя итоги уходящего года, депутат Артур Бабушкин выделил ключевые, по его мнению, аспекты, на которые ориентировались в своей работе народные избранники. Во-первых, был год, связанный с большими выборами. В выборной кампании участвовало большое количество депутатов, и сейчас они работают в Законодательном собрании. Второй момент связан с тем, что в течение всего года комитет по социальной политике и все остальные комитеты Законодательного собрания занимались следующим. Оказать помощь и содействие гражданам в столь непростое время, я имею в виду пандемийное наше время, с которым столкнулась наша планета Земля, наша Тверская Земля. В осенней сессии успел плодотворно поработать и уже новый седьмой созыв депутатов Законодательного собрания. В частности, парламентарии приняли закон о бюджете Тверской области. Среди приоритетов государственная поддержка в сфере сельского хозяйства, промышленности и предпринимательства, а также туризма, обеспечение выполнения социальных обязательств, повышение качества и доступности услуг для населения, обеспеченное финансированием деятельности и укреплением материально-технической базы учреждений, оказание финансовой поддержки муниципальным образованием, дальнейшее сокращение государственного долга Тверской области. Это бюджет развития, потому что там значительно увеличены средства по адресной инвестиционной программе, по основным стройкам. Об этом уже достаточно много говорилось, в частности, в Западный мост, в частности, дороги, которые будут ремонтироваться в усиленном порядке в следующем 2022 году. Это увеличение расходов на социальную сферу. Ну а за несколько дней до Нового года депутатский корпус по традиции принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Установленная в областном парламенте «Елка» была украшена новогодними шарами, в которые были вложены записки детей с пожеланиями и новогодними мечтами. Каждый депутат, участвующий в акции, снял с «Елки шар» и к Новому году исполнит детскую мечту. В рамках акции депутаты исполнят больше 20 детских желаний. Субтитры создавал DimaTorzok